Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо! Если мы продолжаем играть в эту игру, подозреваем Тиртаус, если мы продолжаем уничтожать всё, что у нас есть в этой игре, потому что, как вы знаете, эта игра у нас для этого и создана! Надеюсь, что вы поставили лайк, подписались на канал, если вы вдруг ещё этого не сделали. Сегодня у нас что? Естественно, уничтожение, да? Вот, сегодня у нас будет несколько карт. Первая карта, это вот Провинция, называется карта из игры, как я понимаю, Стэндов 2. Кто из вас играет в эту игру, напишите комментарии, потому что я не играл. Это типа КС на телефон, насколько я знаю, это всё, что мне известно. Также не забывайте, что у нас есть рубрика «Минута благодарности». По ссылочке в описании можете задонастить и попасть в эту рубрику. Также ещё есть телеграм-канал, тоже подписывайтесь, чтобы не пропускать ничего нового, ничего интересного и ничего важного. Ну, как-то странно сделано. Видите, вот это вот текстуры, они сделаны как-то интересно. То есть, как будто бы эта карта сделана не вручную, а вот через какую-то, наверное, программу, потому что, посмотрите, вот эти вот текстуры, они прям намекают на то, что это как-то сделано всё не вручную. Но выглядит прикольно, выглядит прикольно. То есть, карта такая достаточно всё равно проработанная, что-то здесь есть. То есть, всякие ящички, всё есть. Если бы я играл в эту игру на телефоне, я бы, наверное, вообще мог бы сказать, хороша ли она, либо не очень. Ну, а так мы просто можем чисто внешний вид её осмотреть и примерно понять, крутая она или нет. Так, ну, я так понимаю, здесь внутри ничего нет, да? То есть, на этой карте, я так понимаю, вся битва происходит вот как-то вот вокруг этого какого-то здания. Мы можем как бы зайти внутрь и то не до конца. А, я понял, мы провалимся под карту сразу. Хорошо, хорошо. Ну, мы можем, во, мы можем куда-то сюда попасть, но здесь как бы тоже ничего особо нет. Обалдеть, обалдеть. Здесь выходит, блин, окна упали какого-то хрена. Понимаю, понимаю. Вот такая вот карта, такая вот карта. Можно посмотреть, что мы можем подзарвать. Давайте попробуем просто хотя бы что-то, что-то где-то изничтожить. Потому что, ну, а зачем мы с вами иначе играем? Кстати, смотрите, я вижу, там стоят автомобили. Стоят автомобили. Точнее, один автомобиль. Не, не, даже... Да, один автомобиль. Какой-то грузовичок. Видимо, вот здесь, да, происходит всякая вот эта вот именно битва. Вот сюда можно, видимо, забежать куда-то. И здесь что-то тоже поделать. Но в сам вот этот вот огромный дом, к сожалению, не забежать. Хотя он выглядит прикольно. Если бы там внутри был интерьер, было бы прикольно. Но, к сожалению, что есть, то есть. Больно. Больно. Кстати, ребята, насколько я узнал, новая версия готовится мультиплеера для Тирдаун. Поэтому, если вы захотите это увидеть, то пишите в комментариях и ставьте лайки. Потому что мы с Рунтиком можем собраться и просто сделать кучу всякой веселухи. Кучу всякой веселухи. Потому что я знаю, как вы любите вот эти вот взрывоопасные штучки, особенно в мультиплеере. Мне кажется, это должно быть весело. В общем, давайте покажу вам еще одну карту, которую я сегодня хотел посмотреть. Потому что эта карта какая-то все-таки на самом-то деле скучная. Может быть, она реально сделана очень похоже. Но все-таки не хватает ей какой-то веселости. А вот это, дорогие друзья, карта Марио. Это карта Марио. А как играть? Окей. Смотрите, здесь у нас есть, как их называют, вот эти вот трубы. Трубы. Ну, выглядит, кстати, прикольно. Реально. Такое ощущение, что мы в какой-то пиксельной такой вот игре. Но она как бы в 3D. И выглядит это достаточно забавно. Так, а могу ли я запрыгнуть сюда? О! Ничего себе. А, это выбор уровней, типа. Это выбор уровней. Здесь у нас просто какие-то, что это? Куча Марио разных. И они все какие-то бегут, какие-то маленькие, какие-то, блин, странные. Забавно. Окей. А как мне вернуться обратно теперь? Рестарт? Забавно. Забавно. Но сделано прикольно. А, я понял. Мне надо, видимо, возвращаться вообще обратно. Хорошо. Попробуем прыгнуть во вторую дырочку. Посмотрим, что здесь. Так. Но выбор уровня сделан классно. Мягко говоря, выбор уровня сделан классно. Так. Здесь огромный Марио против огромного грибка. Нормально. Ну-ка, если я возьму, смотрите, Марио. А, я не могу взять Марио. А если мы его взорвем? Понятно. Окей. Огромный Марио против огромного грибка. Почему бы нет? Смотрим дальше. Там должна быть еще прям прикольная карта. Я надеюсь, что она здесь есть. А, некоторые закрыты. Блин, ну слушайте, а тут так-то много карт. Так-то тут реально много карт. Это прикольно. Но только большинство из них какие-то просто так, скажем так. Ни для чего, ни для того, ни для сего. Вот это, вау, вот это карта. А вот это прям карта, посмотрите. Так, ну-ка. Давайте упадем вниз. Так, здесь замок какой-то. Здесь что-то, какие-то растения или что это? Здесь вопросик, из которого выпадает грибок, да, я так понимаю? Здесь тоже вопросики, в которых что-то есть. Кстати. Да, в них реально что-то есть. Можно достать. И, так скажем, захавать. Здесь что-то тоже есть. Здесь можно запрыгнуть. Бэнс? Я могу запрыгнуть? Бэнс? Я не могу запрыгнуть. Я слишком маленький. Ну, слушайте, прикольно, прикольно. О, здесь тоже можно куда-то прыгнуть. Ну-ка. Опа! Я... А, это я понял. Я сюда же и упал. Но здесь, видимо, это какие-то монетки. Я, ребята, в Марио играл последний раз, наверное, лет 20 назад. Поэтому я не помню, как бы, что там где и как и происходит. Но прикольно, прикольно сделано. Смотрим дальше, смотрим дальше. Это мы посмотрели только, по-моему, 3, да? Раз, два, три. Мы же 3 посмотрели? Или 4? Блин. Не помню. Окей, ладно. Прыгаем в четвертую. Видите, с памятью тоже уже проблемы. Прыгаем в четвертую. Здесь у нас... Ну, немножко... Нифига себе. Немножко по-другому. Здесь у нас немножко все другое. То есть здесь мы можем реально подняться сюда. И, смотрите, здесь есть две дырки. Ну-ка. А, это вообще не дырка. Окей. Но здесь немножечко все как-то по-другому выглядит. Здесь более как будто бы доделанное или что-то в этом роде. Окей, прыгаем в пятую. Прыгаем в пятую. В пятый. Раз, два, три, четыре, пять. Подождите. Раз, два, три, четыре. Да, это последнее. Это последнее, что у нас осталось. И это... Да, во! Вот эта карта реально как получается из оригинальной Марио. То есть здесь мы... Ого, здесь можно прям реально проходить. Слушайте, это прикольно. Так. Бежим. А я могу вот так вот сделать? Нет. Окей, ладно. Извини. Так, а как... Как мне вот запрыгнуть, интересно, туда, если у меня нету... Если бы у меня не было вот этого большого прыжка. Бенц. Так. Ничего нет? Нет, ничего нет. Окей, ладно. Опа. Бенц. Опа. Бенц, Бенц. Опа. Запрыгнем. Оп, оп, оп. Прыгаем на него. Бенц. Прыгаем на него. Бенц. Потом прыгаем дальше. Опа. О. Блин. Что это? Офигеть. Я упал все-таки сюда. Так, здесь у нас, смотрите, грибок. Ой, его можно забрать, да? Я так понимаю. Ну-ка. Я не могу до него допрыгнуть. Что там было написано, кстати? Что-то я не увидел. Бенц. Там что-то было написано, но я не увидел. Ладно, хрен бы с ним. Идем дальше. Так, здесь вот провалиться. Ой, очень глубоко. Но мы... Опа. Перепрыгнем. Все нормально. Так, здесь у нас Бенц. Мужички, мужички. Можно поверху пробежать. Опа. Упасть вниз. Спокойно. Опа. Блин, четко. Оп. Оп. Слушайте, страшно, страшно. Нет, я упал. Нет. Не. Получай. Получай. Ни хрена себе, их тут много. Опа. Так, я почти на финише. Я не понимаю. Тут нельзя залезть. Слушайте, тут реально страшно. Опа. Сложно. Сложно. Опа. Ладно, запрыгиваем опять вот так вот. Бенц. Здесь можно тоже провалиться. И застрять. Окей. Давайте наверх сюда. Бенц. Бенц. Бенц, Бенц, Бенц. Сюда. Мы почти на финише. У-ху. Бенц. Так, я вижу флаг. Который я уронил. Так. Это принцесса же? Да? Или нет? Уже не помню, была ли на первом уровне принцесса или не было. Реально, это все так было давно, что капец. Так, можем залезть вот сюда. Оттуда не провалиться, да? А, ну в целом все. В общем, ребят, вот такая вот серия. Надеюсь, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Подписывайтесь на мой комментарий. Это на серии пишет игре под названием. Цирдаун не заставит себя долго ждать.